Друзья, всем привет! Меня зовут Алмиор. Это видео по осаде Невервинтера. Да, видите, преобразился немного Невервинтер. Стал таким темненьким. Не всем, конечно, кажется. Но, в принципе, нормально. Тут практически ничего не изменилось. Пару домов горят. Пару палаток добавились. Основная функция этой осады, да, этого ивента идет, ну, он длится 14 дней. Не один день. То есть у каждого будет время выбить, заработать то, что они себе хотят. Здесь, в городе, в протекторате, стоит обменщик. Давайте посмотрим, что он может нам выдать, какие подарки, да, соответственно, в магазине. Здесь вы можете почитать информацию. Я думаю, смысла нет у меня перечитывать. Вам каждый может подойти, посмотреть, почитать. И, думаю, не стоит тратить время эфира, видео, да, на это. Так, открываем магазин. У нас здесь есть, в магазине есть две категории. Благодарности и награда культа. Благодарности. Благодарности, это идут, я так понимаю, благодарственное письмо. Это ежедневный квест. То есть, соответственно, 10 дней вы можете насобирать себе на лошадку. Вот так выглядит лошадка. Она синенькая. То есть у нее идет повышенная скорость. Скорость 80. Это очень хорошая, кстати, возможность заработать на лошадку тем, у кого скорость 50. Зеленая или белая. Тоже неплохая лошадка. Она идет на три ячейки. Украшенные, просвещенные и просвещенные. Давайте посмотрим, что это у нас за набор. С кокуны зайдем. Украшенные, да, у нас начинается. Так, ищем украшенные и два просвещенных. Так, вот. Ага, возвращение рыцаря. Каждый раз, когда у вас остается 50% хитов, вы мгновенно восстанавливаете 20% вашей бодрости и 20% ваших максимальных хитов. В принципе, неплохо. Неплохо такая отхилочка, да, когда он вырубает, соответственно, и в течение 10 секунд вы еще получаете, да, этот эффект. Ну, в принципе, такая неплохая отхилочка. Я думаю, эту коняшку я и себе заработаю для коллекции. Возможно, по-моему, вы видели у меня типа такого же бафа, только на два знака. Ну, соответственно, вот на эту коняшку я буду и собирать. Стражник-лучник. Тоже можно взять этого персонажа, да. Это типа того, которого бесплатно раздавали. Стражники не все успели ввести, когда? То есть, они закончились. Только там она была наездница бури или как-то так называлась. Ну, в принципе, все то же самое. Я думаю, три слота под атаку. Ну, соответственно, возможно, будет неплохо для бафа камней соединения. Но это такое. Так, что еще здесь можно взять? Комплект одежды полевого медика. Это, в принципе, неплохой, симпатичный такой сетик для клириков, особенно женских персонажей. Классно будет смотреться. Ну, и сумка культовых трофеев. Это, я думаю, знаки культа дракона. Это уже на сдачу, как говорится, если останется. Советую, пока мисс не тратит, собирать эти балдарственные письма. Так, дальше. Второе. Это медаль за героизм. Вот у меня одна есть. Это за то, что я ежедневный квест, ну, вернее, одноразовый квест взял в крепости. Пришел здесь, поговорил. Мне дали одну медаль. Как зарабатывать эти медали? Я расскажу чуть дальше. Посмотрим, что можно не взять. Набор мародера. Да, давай посмотрим самого максимального. То есть, семь медалей. Этот набор содержит знаки культа дракона и красители осады Невервинтера. Также можно вытащить полевого медика, тайник обработчика, набор кукления спутника. И серебряная чешуйка дракона. Тоже, в принципе, неплохо. Две чешуйки, волшебный камень. Хризалит и страж лучника Неверреймбера. То есть, тоже самый страж лучника, который мы смотрели выше, его можно вытащить отсюда. Я так понимаю, что он зеленый и приравнивается ниже Хризалита, то он будет в основном и падать. Соответственно, можно даже не тратиться на стража, а купить его будет на аукционе. Потому что их будут вытаскивать. Далее, набор мародера. Можно вытащить волшебный камень Квартирмейстера седьмого уровня. Или три награды поддержки крепости. Вот она награда поддержка крепости, которой вы можете выбрать купоны. В принципе, для нашей гильдии здесь и всех купонов, да, бриллианты не нужны. Самоцветы вот нужны. Экипировка не нужна. И очки влияния, в принципе. Ну, вот самоцветочки влияния, вот неплохо можно, да, тоже вот здесь вытащить. Дополнительно синие купончики. Ну, или сундук от Сокровище Дракона. Ну, понятно, что это обычный сундучок, который можно выбить с мобов. Где-то он у меня. Да, да. Странно, что один, хотя бы десять бы дали. И необычный знак для Сокуна. Не знаю, что это за знак. Но, возможно, уже дальше посмотрим. Так, то есть, это можно вытащить за медальоны за героизм. То есть, если это, скорее всего, ежедневки. Я пока не уверен, конечно же. Подправите меня, если я не прав в комментариях. Или медальон за героизм. Медальоны за героизм можно получить благодаря профессиям. То есть, вы делаете припасы для обороны. Как это выглядит? Как это выглядит? Открываем профессию. Вот этот, соответственно, у нас здесь появился он. Вот. Оборона при осаде. Давайте посмотрим. Снимем фильтры. То есть, что мы можем крафтить? Мы можем крафтить вот эти припасы. Соответственно, на них нужны разные ресурсы. Самые дорогие внизу идут, соответственно, самое большое количество. Время, скажем, от шести до девяти часов. Но, как видите, да, здесь у меня есть ресурсы какие-то. На твинков я зашел, увидел, что там ресурсов нет. Есть два варианта развития событий. Как их крафтить на твинков. У меня, допустим, твинков 20+. Соответственно, для меня это дорогой способ. Но я даже не знаю, есть ли целесообразность в этом. А почему мы его увидим дальше. Вот. Я собрал вот таких аптечек. Купил, не знаю, на 500 голды купил таких аптечек. Раздал везде их по 100 штук на твинков. И, соответственно, поставил крафтить эти припасы для обороны. Я так понимаю, они передаются по аккаунту. Их можно даже будет, наверное, выставить на аукцион, продать. Вот. То есть мы собираем такие припасы для обороны. У меня их пока есть четыре штучки. Ну и, соответственно, там на всех твинках. Там 20 твинков по три штучки раз в семь часов. То есть в сутки. Я даже могу там больше. Но я буду в сутки вставить два раза. То есть это будет по шесть на каждом. И, соответственно, это 120 у меня будет таких ресурсов, как минимум, за сутки. Припасы для обороны. Далее мы бежим вот сюда. Вот сюда мы бежим. Пожертвуйте припасы для обороны. Сейчас я нажму паузу, чтобы не сэкономить эфир. Вот. Подходим мы к этому мастеру снабжения для обороны. И вот здесь можно у него пожертвовать припасы. То есть, обратите внимание, нужно жертвовать или шесть наборов, или двенадцать. Лучше всего двенадцать. Потому что он дает пятьдесят единиц снабжения для обороны. И две медали за гирозер. Я не знаю, что дают эти единицы снабжения. Но, возможно, сделаю потом еще дальше видео. Небольшое. Там, когда я уже разберусь в этом всем, возможно, будет дальше еще одно видео. Вот. Пока мы то, что имеем, то и имеем. То есть буду собирать двенадцать наборов. Соответственно, я посчитал, что их у меня будет сто двадцать. То есть я десять, двадцать медалей я получу за героизм за сутки. Благодаря своим двенкам. Как заработать без двенков? Я не знаю. Ну, у каждого может быть минимум хотя бы два персонажа. Два персонажа в сутки, даже если по шесть часов ставить по одной. То есть вы в течение этой недели, там, или сколько будет длиться осада. Тринадцать дней, две недели. Вы сможете насобирать достаточное количество себе этих медалей. Возможно, сделать еще такой вариант, да, крафтить крафт. Самые простые профессии низкого уровня. Что у нас здесь есть? Ну, не низкого, да, конечно. Высококачественная железная руда. Потом древесина, шкуры и клочки хлопковой бумаги. Ткани, хлопковой ткани. Вот. То есть эти ресурсы можно крафтить. Можно крафтить и потом благодаря ним делать точно так же насобирать. И, в принципе, можно заниматься этой фигней. Но, сейчас я вернусь обратно к торговцу, да, ивента. Ну, мне кажется, что если заниматься именно крафтом вот этих медалек, и для вас оно выходит как-то, скажем так, слишком затратно и сложно, можете даже не париться. Почему? Потому что если вам нужен именно волшебный камень квартирмейстера седьмого уровня, то есть вы собираетесь сделать медали из-за этого камушка, вы можете не тратить свои усилия на это. Ну, если, соответственно, вы хотите какие-то другие, там, полевого медика вытащить, там, или еще что-нибудь, тогда, конечно, заморачивайтесь. Почему? Потому что вот есть здесь вторая вкладочка награда культа. Культа. И здесь мы берем волшебный камень квартирмейстера, ну, не седьмого, а пятого уровня, но уже всего лишь за шестьдесят вот таких вот знаков культа дракона. Эти знаки культа дракона мы выбиваем благодаря схваткам, прохождению схваток на новой локации. Сейчас я ее вам покажу, но чуть позже, сейчас я расскажу уже про эти знаки. Вот, соответственно, мы их можем выбивать, фармятся они довольно-таки легко. Я прошел три схватки, у меня уже, там, восемьдесят знаков есть, или четыре. Ну, получается, там, пятнадцать-двадцать знаков за схватку, в зависимости от схватки. То есть вам нужно сидеть просто в свою, появляется схватка, делайте схватку, вот, получайте свои награды. Так, что здесь можем еще получить? Да, это понятно, это бесполезно, это все бесполезно. Тележка. Тележка это для того же профы, то есть, чтобы ускорить, мы можем насобирать себе тележки. Соответственно, сейчас посмотрим, опять вернемся в профессию. Соответственно, если мы ставим здесь-то нас шесть часов, да, или вот самое элементарное, вот, ну, по профессии шесть часов, то есть мы здесь можем поменять средство на другую тележку. То есть ускориться. Я не знаю насчет, конечно, более высокого ранга. Здесь можно? Нет, везде одна. То есть, ну, мы не можем немного ускориться. На 25 процентов, ну, я тоже думаю, это ерунда. Это не стоит тех же вложений, тех же усилий. В принципе, это вам решать, но это мое мнение. Далее, здесь мы можем получить красители для любителей красить костюмы. Костюм Выжившая. Это типа вот как у нее здесь, да, вы будете забинтованы, там еще стрелы у вас будут, вон, как в ноге, видите, торчать. То есть, тоже неплохой есть такой симпатичный костюмчик для любителей костюмчики. И рог рыцаря, боевой рог рыцаря. Скажу вам так. Раньше, раньше этот боевой рог рыцаря выпадал на новогоднем ивенте. В принципе, он там давал ускорение. Сейчас он что дает? Дает хиты временные на 8 секунд и 50% повышает скорость бега. 3 секунды этот бонус скорости бега теряется, если вы получаете урон. То есть, это там небольшая ускорялка на 3 секунды и небольшие временные хиты. Их сейчас даже увеличили, но я думаю, что аж тысячу знаков терять, тратить на это, извините меня за уважение, дерьмо, не стоит. Лучше из-за этих тысячи знаков набрать вот этих пятых камней и потом на их продавать и все. Потому что этот боевой рог, он бесполезен. Ребята, не тратьте на него средства. Если вы считаете, что я не прав и он для чего-то там очень сильно вам нужен и поможет, пишите об этом в комментариях. Я, ну, пообщаемся, обсудим и все остальное. Но мое мнение, не тратьте на это деньги. То есть, основной здесь лут, это, соответственно, костюмчик, красители или волшебный камень квартирмейстера. Очень меня удивило, что цена такая низкая по сравнению с тем, что здесь, здесь, чтобы его получить, это нужно потратить 4 медали и еще есть низкие шансы его получить. Но тут 7 левел, понятно, что крафтить, не крафтить. Также, ребята, в принципе, по компании сейчас я еще покажу вам, как выглядит новая локация, да, где ее найти, в принципе, вы и так все понимаете. Не глупые, я думаю, тут при открытии карты сразу бросается в глаза осадное поле. Давайте туда перейдем. Вот, мы находимся на этом осадном поле. Небольшая карта, вот здесь вот даже сейчас видно контратака какая-то есть. То есть, здесь постоянно происходят какие-то схватки, ну, там, я не знаю, с перерывом там в 5 минут, может быть, больше. Я не обращал внимания. Ну, сами видели, только прошел их там 4 штуки. То есть, постоянно какие-то схватки. Их постоянно кто-то фармит. Сейчас я даже не знаю, что здесь сделать надо. У меня пишет, сервер не отвечает. Вау, вау, какие лаги. Я не знаю, это и у меня, или в игре, но... Что-то меня так отбросило. Вот. То есть, вот, здесь нужно убить кучу сектантов. Подбежали, даже один раз ударили. Вернее, там, убили, я не знаю, кого-то. По идее, уже должно вам засчитаться. Они вот респанятся на разных... Да что ж это такое? Видимо, слой какой-то у меня попался лагучий. Вот. Мне надо хоть кого-то ударить. Слушайте, два человека. Я не знаю, сейчас даже засчитают меня или нет. Выполнено. Ага, генерала. Генерала тут убили, я даже не успел его увидеть. Выполнено. Видимо, мне ничего за это не дадут. Ну, сами видели, залагал. Ну, скажем так, подходим. Здесь постоянно происходят какие-то схватки в разных местах. То есть, просто нужно найти места респаунта, откуда появляются мобы. В них останавливайтесь и пинаете, пинаете, пинаете. И зарабатывайте себе эти монеточки. Эти знаки. За эти знаки вы потом все можете получать. Локация здесь элементарная. Народу здесь и докрутится много. Здесь даже дракон прилетал, дракона убивали. То есть, вот здесь разные вот. Четыре точки, я так понимаю. Раз, два, три, четыре. То есть, которые схватки появляются. То есть, приходите, фармите, зарабатывайте за это очки. И, соответственно, получайте за них награды. Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что еще идет скидка на базаре чудес. И длится она около семи дней. Да, ну или семь дней, неделю. В принципе, так она и есть. Вот. Заходим на базар чудес. Это очень классно. Особенно бросается в глаза для тех, у кого есть 12-й VIP. Как у меня. У меня очень большие скидки идут. Да, вот. Допустим, мне сейчас выгодно брать лучшие знаки власти. Они не по 100 тысяч, не по 80, а еще дешевле 60 тысяч. Соответственно, большие знаки власти 15 тысяч. То есть, скажем так, даже на аукционе они будут сейчас в районе должны, по идее, 18 тысяч. Я не буду уже смотреть, залазить. То есть, можно кубы усиления сейчас взять, тоже перекинуть. Кубики кто там держал. Можно взять какого-то питомца. Да, это они, в принципе, сделали под курицу. Скажем так, ребят, курицу я тоже яйцо не советую брать. Не тратьте деньги. Оно не стоит этой сумме. На Новый год их столько падало. Это, в принципе, практически... Ну, может быть, там только стражу, там, куралист может. Ну, и куралистка вытащить. Даже легче курицу вытащить сложнее. Ну, скажем так, я считаю, что не стоит тратиться на этого питомца вам. Скорее всего, вот, возьмите лучше... Сейчас пока есть скидка позолоченного гигантского паука. Он вам даст удачу скитальцу, и вы будете просто фармить вот эти камушки, которые вот постоянно у меня вот здесь собираются. Я за счет них сейчас скачаю и артефакты, и шмот. То есть, они постоянно здесь сыпятся. Удача скитальца, набор у него. Позолоченный паук, это то, на что стоит потратить деньги. Да, скажем так, сейчас. Костюмчик можно прикупить красивый, пока по дешевке идет. Ну, и, соответственно, не знаю. Сами посмотрите. Обратите внимание на базар чудес. Сделайте запасы по знакам власти, если они вам нужны. Соответственно, если вы в гильдии платите налоги знаками власти, как в нашей гильдии, тоже лучше сейчас купить, заплатить наперед, на месяц. Так, я не знаю, насколько. То есть, посмотрите, обратите внимание на это. Я сейчас костюмчик убить, да, это не знаю. Так, дальше. Еще хотелось бы обратить ваше внимание, что они запустили акцию на волшебные камни Х2. То есть, опять-таки, падает удвоенное количество камней. Я не знаю, мне вроде бы показалось, что должны были запустить они по профессии Х2, но почему-то запустили волшебные рудные камни. Но это на 3 дня, 2-4 дня. То есть, соответственно, это выходные, пятница плюс понедельник. То есть, обратите на это внимание, кому нужны камушки, соответственно, тоже открывать наборчики там, с которых они падают можно. Ну, у меня они все открытые. Или набор для усиления спутников, но они уже подорожали, конечно же. Я еще сам вчера так смотрел, думал купить штук 20-30 этих наборов. Но лоханулся, не купил. Сегодня, соответственно, они уже подорожали. Немного, но не буду сейчас уже на них тратиться. В принципе, дело такое. То есть, обращайте внимание на календарь, обращайте внимание на акции, которые сейчас идут, которые предстоящие. Соответственно, это все постоянно следите, смотрите. Ну и качайтесь, качайтесь, зарабатывайте АБшки, пока есть такая возможность. Закупайте эти камни квартирмейстера, придерживайте их сейчас на фармите. Если вы собрались играть долго, или там, мы на лето перестанете играть, и на осень вернетесь, соответственно, осенью вы сможете эти камни продать и нормально себе заработать АБшек. Друзья, еще небольшая ремарочка такая. Вот, я заметил, что здесь в этой локации хорошо падают синие купоны для крепости. То есть, если вам нужны, сейчас задают вопросы, как нафармить знаки гильдии. За счет синих купонов вы их сможете очень довольно-таки шустненько нафармить. Поэтому, соответственно, обратите тоже на это внимание. Если вы здесь полдня, там, день проведете, набьете этих купонов, вы, во-первых, поможете себе и крепости, и гильдии. И, соответственно, нафармите себе на тот сет, который вам не хватает этих знаков гильдии. Так что, обращайте на это внимание. Так что, если вам видео было полезное, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто не подписался. Добавляйтесь в группу ВКонтакте, в нашу, там, постоянно свежая информация и юмор. Ссылка в описании под видео. И, соответственно, увидимся вдруг в видео. Всем пока!